Здравствуйте! Меня зовут Рудель Денис. Я являюсь старостой сибирской артели Терем. Если вы смотрите это видео, значит, вы присоединились к сибирской артели. Или собираетесь присоединиться. Что такое сибирская артель Терем? Сибирская артель – это сообщество единомышленников, объединенных игрой бизнес-драйв. Если сказать по-простому, мы играем в игру бизнес-драйв. Что же такое игра бизнес-драйв? Идея игры очень простая. Это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека. Давайте синхронизируемся в значениях этих слов. Под работой мы понимаем процесс получения дохода. То есть это то действие, благодаря которому мы получаем доход, деньги. Там, где мы зарабатываем деньги. Под игровым пространством мы понимаем процесс, ценностью которого является радость, обучение, развитие и удовольствие. То есть игра – это там, где мы получаем удовольствие, удовлетворение. Под самореализацией мы понимаем четыре смысла одновременно. Первое – это непрерывная реализация ваших потенциальных возможностей, способностей и талантов. Второе – это свершение своей миссии, призвания или предназначения. Третье – это более полное познание окружающего мира и принятие своей собственной изначальной природы. Более полное познание окружающего мира и получение опыта. И через этот опыт – понимание того, как же на самом деле устроен этот мир. И как же устроен я в этом мире. И наконец, в пационализации мы понимаем постоянное движение к самому важному, ценному и значимому в вашей жизни. Под человеком мы понимаем и совладельца, и руководителя, и сотрудника, и партнера, и клиента. Как можно то же самое приведу еще один пример, чтобы было понятно, в чем, собственно говоря, идея игры. Итак, представим на оси координат. Работа, деньги, доход – это одна ось координат. Вторая – это игра, радость, энергия. И третья – это самореализация, смысл и опыт. И когда мы с вами работаем или делаем бизнес, то обычно мы ориентируемся на один вектор. На вектор, который направлен на получение денег, на получение дохода, то есть на работу. Когда мы говорим про игру бизнес-драйв, мы включаем еще два дополнительных вектора. Это вектор игра – радость, энергия. И вектор движения – самореализация – смысл, опыт. Таким образом, когда мы говорим про игру бизнес-драйв, мы подразумеваем такое движение внутри игры, которое одновременно направлено на все три вектора. То есть является суммирующим вектором из трех. Это и работа, деньги, доход, и игра, радость, энергия от этого движения, и самореализация – смысл и опыт. Игровой взгляд. А в нашей игре есть определенный, мы выделяем в игре некий игровой взгляд. В чем оно заключается? Очень просто. Если есть капитан, капитана мы называем человека, который организовывает свой бизнес, организовывает свой стартап, и через этот бизнес и стартап двигается по пути своей самореализации. И, допустим, человек нашел в чем же, то есть мы подразумеваем, что человек нашел в чем же заключается путь его самореализации. То есть он глубинно ответил себе на вопрос, что же он хочет, то есть что я хочу, что я хочу от жизни, что я хочу от себя, что я в принципе хочу от того, что я делаю. И если капитан ответил себе на этот вопрос, то тогда мы думаем, все происходящее в жизни у этого человека, у этого капитана, можно видеть, и вот в этом заключается игровой взгляд, как возможность для самореализации. Как понять, использовать ту или иную возможность, выбирать ли ее, принимать ли решение об использовании этой возможности или нет? В игре мы считаем, что человек принимает это решение, опираясь на альтернативу. То есть на какие-либо другие возможности, которые есть у этого человека для того, чтобы двигаться по пути своей самореализации. В этом смысле мы говорим, что альтернатива является критерием для принятия решения об использовании той возможности, которая перед носом. То есть альтернатива это другие возможности, которые еще есть вокруг. В данном случае мы рисуем ее сзади. И если альтернативы не хороши или их нет, то тогда человек использует эту возможность для своей самореализации. И, соответственно, делает выбор действия. И, как мы считаем, входит в круг ответственности, находясь внутри круга своей самореализации. И вот этот круг символизирует, что капитан находится в кругу ответственности и своей самореализации. Давайте поймем, как то, что я сейчас проговорил, влияет или как мы это используем, собственно говоря, во взаимодействии. Как мы используем это в жизни, как мы используем это для создания команд при создании бизнес и стартапов. Давайте возьмем капитан. Это партнер. Мы называем партнером. Человек, который делает свой стартап. И он, представим, что он ответил, что он нашел свою бизнес-нишу. Он нашел свой бизнес-предназначение и в этой нише он реализует свой стартап. То есть делает бизнес. И давайте представим, что его бизнес уже настолько хорош, что он один с этим не справляется и ему нужна команда. И в этот момент появляется внутренний партнер. То есть внутренний партнер это часть его команды. И давайте представим, что он тоже, как артелец, находящийся внутри сибирской артели, определил свою бизнес-нишу. То есть определил вопрос своей самореализации. И оба находятся в кругу своей ответственности и самореализации. Но давайте я сразу буду говорить на примерах, чтобы это было проще. Допустим, капитан-партнер занимается... У него стартап, связанный с оптовой продажей сахара по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. А внутренний партнер это интернет-маркетолог. То есть человек, который занимается созданием процесса лидогенерации, то есть заявок лидов в бизнес капитана. И давайте представим, что в данном случае этот сектор, если этот круг символизирует ответственность, то капитан, один в поле него, он делегирует часть этой ответственности внутреннему партнеру. То есть говорит ему, слушай, давай я буду заниматься продажей и поставкой этого сахара, но мне нужны лиды, мне нужны заинтересованные клиенты, люди, которым это было бы интересно. И внутренний партнер говорит, окей, я берусь за это. И о чем идет речь? Речь идет о том, что капитан предоставляет возможность для самореализации внутреннему партнеру. То есть возможность для самореализации. То есть он передает часть своей ответственности. Что делает внутренний партнер? Он оценивает эту возможность и он ее оценивает с точки зрения альтернативы. На каких условиях предлагается данное партнерство? Является ли данная возможность действительно интересной? То есть здесь оценивается три параметра, которые как раз мы говорили про три вектора. Оценивается деньги-доход. То есть сколько, каким образом, сколько это будет денег. Принесет ли взаимодействие радость, будет ли это весело. И действительно ли это даст тот нужный, необходимый опыт, который необходим в данный момент внутреннему партнеру. И если он оценил это с точки зрения трех, то есть оценил и его ответа, то он выбирает эту возможность. Он говорит, да, отлично. Давай, я буду это делать для тебя. И вот стрелочка выбора символизирует, что он выбирает эту возможность для своей самореализации. И этим предоставляет возможность капитану. Этим, своим выбором, и закрытием этой ответственности, он предоставляет возможность капитану. Возможность в виде чего? Внутренний партнер, в данном случае интернет-маркетолог, поставляет лиды, то есть, допустим, он делает 40 лидов в месяц по цене 500 рублей за одного целевого заинтересованного клиента. И этим он предоставляет возможность для самореализации капитана. Капитан оценивает через альтернативу 40 лидов по цене 500 рублей в месяц, 40 целевых лидов. Хороша ли эта возможность для того, чтобы двигаться по пути своей самореализации, то есть, собственно говоря, делать бизнес? Если ответ «да», то он тоже делает выбор. И таким образом люди находятся во взаимодействии, то есть, люди входят во взаимодействии друг с другом, при этом каждый идет по пути своей самореализации, и они взаимодействуют друг с другом. Таким образом, идея игры, подытоживая, можно сказать еще раз. Идея игры проста. Превратить работу в игровое пространство для самореализации человека. Где игровым действием является предоставлять друг другу возможность для самореализации, где критерием для выбора или усилением предоставляемых возможностей является альтернатива. И когда мы говорим о критерии, когда мы говорим про критерий и про альтернативу, мы оцениваем по трем критериям оценки, является три вектора. То есть, какой это принесет мне доход, будет ли это в этом проекте по-настоящему весело и драйвово, и является ли движение и развитие в этом проекте действительно тем, что ведет меня к получению необходимого мне опыта, и закрывает ли этот вопрос про смысл для меня. И как следствие, в завершении, у нас в игре есть семь пространства образующих принципов. Они очень простые. Первый, мы договариваемся. Второй, есть опыт. Вместо правильного знания у нас нет священных коров, и мы не ходим и не молимся на гуру каких бы то ни было, в чем бы то ни было. Мы получаем свой опыт. В этом и заключается вопрос нашей самореализации. Мы не изобретаем велосипеды, но для нас важен наш опыт, на который мы действительно можем упереться. Третий, ошибаться можно, потому что процесс получения опыта, истинного опыта, невозможен без ошибок. Он невозможен без ошибок. Далее, есть жемчужины вместо проблем, потому что проблема является потенциалом для развития. Каждая проблема – это потенциал для развития. Круг самореализации равен кругу ответственности, мышление, направленное на результат, и здравый смысл. Как подытоживающий принцип всем шести предыдущим. Ну что ж, это было про игру Бизнес Драйв и про сибирскую артель. Продолжение следует. Жизнь продолжается. Продолжение следует.